Здравствуйте, с вами Информ-ТВ. Сегодня мы расскажем, почему сын и вдовец делят многомиллионное наследство Сенчиной. Подписывайтесь на канал, мы будем благодарны за лайки. Певица оставила дачу и квартиру в престижных районах. Риелторы оценили их стоимость. В последнее воскресенье января в Петербурге простились с певицей Людмилой Сенчиной. Теперь ее сыну от первого брака Вячеславу Тимошину и третьему мужу Владимиру Андрееву, с которым она прожила 25 лет, предстоит поделить наследство по совести и закону. Друзья надеются, что родственники не будут ссориться из-за квартиры и дома исполнительницы. В последнее время певица много времени проводила в легендарном поселке Грузино. С годами захотелось тишины, единения с природой, свежего воздуха. «Каждое утро я гуляю по саду, здороваюсь с деревьями. Живу на даче каждый год с апреля до поздней осени. Иногда живу там даже зимой», – рассказывала Сенчина. «Действительно, вокруг сосновый лес, два больших озера и от Петербурга всего 40 километров по Приозерскому шоссе. Мечта?» Артистка хвасталась, что ей удалось найти место, где можно по-настоящему отдохнуть. Приобрела же она дачу почти четверть века назад у коллеги по театру Бориса Рацера. Его семья когда-то получила участок, выстроила дом, но жить в нем не планировала. Людмила Петровна рассказывала, что отправилась смотреть будущую покупку и осталась очень довольна. Ее соседями по садоводческому кооперативу «Культура» оказались сплошь коллеги. Через дорогу от шести соток певицы жили Михаил Боярский, Лариса Лукпиан. Еще через несколько домиков трудился на грядках сатирик Семен Альтов. А рядышком отдыхал актер Иван Краско с семьей. «Хожу я в первые дни вокруг, приглядываюсь», – вспоминала Сенчина. Вдруг вижу, у порога соседнего дома Нина Ургант сидит. Оказалось, они с Андреем уже два года как здесь отдыхают, и наши участки аккурат через забор. В двухэтажном домике Сенчиной, обшитом сайдингом, четыре комнаты, гостиная с камином, кухня, две спаленки, веранда и множество мелких кладовок. Как рассказал журналистам риэлтор, дом и шесть соток в этом районе стоят около 7 миллионов рублей. Цена определяется не столько состоянием и площадью недвижимости, сколько элитарностью места, знаменитыми соседями и отличной экологией. Была у Сенчина и квартира в центре Санкт-Петербурга, на Большой Пушкарской улице, что на Петроградской стороне. У меня две комнаты по 20 метров в старом фонде. Рассказывала о купленном почти 40 лет назад жилье артистка. Ориентировочная стоимость такой квартиры около 6 миллионов рублей. Именно эту недвижимость и будут делить сын и вдовец знаменитой актрисы. Продолжение следует... Продолжение следует...